Коллектив детской библиотеки творчески подошел даже к тому, как пригласить гостей на мероприятие, посвященное юбилею. Вот такие золоченые книги с портрета молодого Пушкина получили руководители лобинских учреждений и организаций. Празднование 65-летия прошло в большой компании представителей районной и городской администрации, общественных организаций, ветеранов библиотечного дела, друзей учреждений и главных героев праздника – детей. Ведь именно для того, чтобы лобинские ребятишки выросли умными, мыслящими, разносторонне развитыми, и работает библиотека. Я чаще беру сборник каких-нибудь сказок, чтобы почитать. Обычно чаще всего беру на каникулах, например, христианинские или просто веселые какие-нибудь, Иван-Царевич. Короче, много я уже пересчитал книг и сказок. Библиотечные я беру какими-то прям прожучку или каштанку и другие рассказы, или о животных каких-нибудь. И буратину брала. Я хожу на каникулах в библиотеку и беру чаще всего Носова и Пучкина. В день юбилея принято подводить итоги. О том, с какими результатами подошло учреждение к 65-летию, рассказывает заместитель директора по работе с детьми централизованной библиотечной системы Елена Ионина. Библиотека действует на протяжении 65 лет. Никаких сбоев у нас не бывает. Даже во время ремонта, который длился два года, мы обслуживали наших читателей, проводили массовые мероприятия. Ну а на сегодняшний день у нас 5000 читателей библиотеки. Фонд составляет 42 тысячи экземпляров, книг, брошюр, журналов, газет. Посещают нашу библиотеку более 100 тысяч читателей в год. Много добрых слов прозвучало в этот день со сцены. Прежде всего, коллектив библиотеки поздравили заместитель главы Лобинского городского поселения Александр Семиряков и главный специалист управления культуры администрации района Елена Краснова. Позвольте передать слова поздравления и благодарности за вашу работу в лице главы города Лобинска Алексея Николаевича Малтыченко. Уважаемые друзья, позвольте вас поздравить. Конечно же, пожелаю вам долгих-долгих творческих лет, здоровья и счастья, побольше любых читателей. Спасибо большое вам, потому что нам есть чем гордиться. От лица депутатов Совета Лобинского городского поселения юбиляров поздравил директор Музея истории краевства. От всей души, от своих коллег, из депутатского корпуса Совета Лобинского городского поселения, от молодых депутатов Лобинского района, а также от коллектива Музея, поздравляю вас с большим и знаковым юбилеем вашей истории. Действительно он большой и знаковый. Вы на самом деле ведете большую работу просветительскую, духовно-нравственную, патриотическую в области воспитания нашего подрастающего поколения юных лобинцев. И как здорово, что вы эту работу ведете в том здании, которое исторически предназначалось для этих целей. Гости пришли на праздник с подарками, при том все они оказались очень полезными для учреждения. Сборник книг современных авторов, подписка на журналы, бюст Александра Сергеевича Пушкина и даже кукольный театр. Вы сейчас ничего не слышите? Вот в этой коробке кто-то шуршит. Не слышно? А посмотрите, кто просится в детскую библиотеку. Лисичка. Ты будешь нам помогать? Конечно, буду. Пожалуйста, возьмите меня в театр. В течение всего праздника на сцене присутствовали дети самого разного возраста. Маленькие артисты демонстрировали свои таланты, пели, танцевали, рассказывали стихи, участвовали в сценках. Все они юные читатели. Среди них самая активная Виктория Куликова. Я люблю ходить в библиотеку, потому что мне нравится очень читать книги. Мои самые любимые книги, например, такие про Незнайку я люблю читать. Это самая моя любимая книжка. И он написал Носов. Я хожу в библиотеку каждую неделю. И еще я всегда, когда хожу, я вовремя сдаю. Особую, добрую, домашнюю атмосферу в библиотеке создают сотрудники. Выполняя свою ежедневную работу, они оказывают детям необходимую помощь и являются своеобразными проводниками в мир знаний. Многие работают в учреждении долгие годы и ни разу не пожалели о выборе профессии. Я педагог по образованию. Я стремилась работать с детьми. Но так вышло, что не сложилось в судьбе пойти работать в школу. Случайно, совершенно зашла в детскую библиотеку. И осталась там. И теперь уже 15 лет я здесь сотрудничаю с детьми. Очень нравится. Приходят такие разные, такие своеобразные. Считаю, что для женщины это самая лучшая работа. Я сегодня бы хотела сказать о нашем коллективе. Мы очень все разные, но мы настолько гармонично дополняем друг друга, что нам вместе комфортно. И я хочу пожелать именно своему коллективу, всем женщинам крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья. И, конечно, успехов в работе.